Фамилия моя Литвиненко Вернее не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Они этот дом заминировали и по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Завели уголовное дело с окраской терроризм и начали искать террористов. И буквально через полтора дня они их нашли. Задержали этих людей, и эти люди оказались офицерами ФСБ. Причем произошел такой момент, очень, знаете, как бы курьезный. В это время, когда их задерживали, проходила расширенная коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации. И министр внутренних дел Рушайло, в то время он был министром внутренних дел, он заявил следующее. Я, говорит, хочу поздравить наших коллег, предотвращен террористический акт в Рязани. Нами такая работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предвращение взрыва жилого дома в Рязани. И как раз вот после этих слов по времени совпало, что задержали этих людей. Эти люди были офицеры ФСБ и тут же доложили Патрушу, что они задержаны. Тогда Патрушев буквально через полчаса в этом же самом здании выбегает из зала и заявляет, что это была не попытка взрыва, а это были учения. И там был не гексоген, а был сахар. И никакого взрывного устройства там не было. Вот эти два факта, вот эти два документа, это уже достаточно, чтобы в любом цивилизованном обществе провести самое тщательное расследование. Вообще, кто же у нас дома взрывает? Ничего этого не сделано. И люди, которые в Государственной Думе депутаты требовали этого. Один убит, другой отравлен. Все, кто занимались этим делом в ФСБ, все изгнаны, уволены, отстранены от оперативной работы, убиты, отравлены. То есть, понимаете, да? Я жил в Советском Союзе. Я стоял в очереди за маслом. Я помню, как я ребенком маленьким, мне было 8 лет. Я стоял в 600-й в очереди за бараниной в Нальчике. Я стоял днем, а ночью стояла бабушка. А потом под утро стоял мой дед, ветеран войны, у которого вся спина обожженная была. И он был летчиком и ландировщиком. У него дырок стука в спине было. И этот человек, пройдя всю войну, всю жизнь честно прослуживший, стоял в 600-м в очереди за мясом, за куском мяса, в униженном состоянии. И когда я стал служить в КГБ, когда я служил в дивизии Дзержинского, в придворной дивизии, я видел, как живут ЦК КПСС, я видел, как живут эти люди, я прекрасно понимал, что эти люди просто-напросто обокрали мой народ. И когда пришел Ельц, у нас хоть какая-то свобода появилась, хоть самая маленькая. Мы могли себе хоть джинсы пойти купить в магазине, хоть что-то. Я мог одеть свою семью, я мог хоть что-то себе заработать, честно. И когда они начали все это возвращать обратно, я понял, что если они все вернут обратно, то зачем тогда мне нужны дети? Дети зачем? Чтобы они тоже стояли в очереди за мясом и за колбасой? Чтобы их так же обкрадывали, как и меня, и моих родителей? И чтобы потом моих сыновей отправили воевать непонятно куда и привезли в гробах, эти полусумасшедшие генералы? Вы знаете, я прошел первую войну в Чечне. Я прошел все горячие точки на территории бывшего Советского Союза. На моих руках умирали солдаты, по-настоящему умирали. Я видел один раз 18-летний парень, я помню, еще пулю взял, он остановился. И за все это время ни один начальник, ни один политик нам не объяснил, что мы там делаем, кого мы там защищаем и за что мы там воюем. Я закончил группу, у нас было 25 человек, половина уже убитые, военное училище закончил. Я помню, когда мне позвонил мой друг Сергей Медведев, он в Чечне года 4 пробыл. И от него ушла жена, он мне звонит, говорит, Саня, я говорю, ты где живешь, Сережа? Он говорит, я живу в палатке. Мне, говорит, орден дали мужество, но я в палатке живу, у меня кроме чемодана, говорит, ничего нет. А я ему говорю, Сережа, как, кроме чемодана ничего нет? Он говорит, Саня, я живой. У меня руки, ноги и глаза, понимаешь, я живой. Да, говорит, я чуть-чуть с психикой, у меня тяжело, но, Саня, я, говорит, живой. И эти люди нас начали возвращать обратно. И я понял, что зачем так жить? Кто молчит, кого сломали? Кого, может быть, сейчас нет в живых, я не знаю. Вот. Но именно поэтому я начал говорить. Продолжение следует... Продолжение следует...